Друзья и коллеги по увлечению Вкратце сначала рассказать о комплектации, сколько вершинок, к чему, какие хунцы и так далее, чтобы вы это наглядно увидели На всякий случай 1-2 взвесим, посмотрим длину, рукоять и так далее, сверим с каталогом, верно ли там пишут А дальше во второй части мы с вами потрясем их Посмотрим строй, понагружаем и лишний раз сравним, чем же отличается старый Sherman от нового Sherman Pro New Generation Вот первый у меня под рукой, это Picker Libby Light Medium, 300 до 40 грамм Кольца матчевые, обратите внимание Сделаны, забыл, упустил в самом начале сказать Вся серия, вся линейка новых фидеров Sherman New Generation сделала с карбона 30 тонн, так же, как и предыдущая серия Кольца Seguide, фурнитура Seguide, так же, как и предыдущая серия В чем же отличие? Основное, это рукоять И они стали по строю чуть иными Какие-то мне понравились, какие-то нет, об этом я скажу позже Ну и так, давайте, комплектация фидера 300 до 40 грамм Комплектуется он двумя вершинками, карбоновыми, 0,5 единичка По длине вершинки у нас 54 сантиметра Посадочный диаметр 2,3 2,2, 2,3, можем сейчас померить Там все равно вот эти вот десятые, они могут чуть-чуть даже немножко гулять Они притираются со временем рыбалки Дальше, длина рукояти до центра катушка-держателя 42 В целом, по качеству исполнения вопросов у меня не возникает Есть небольшие косячки чуть-чуть, но это ничего страшного Там где-то капелька лака, где-то еще что-то Ну, каких-то там явных таких проблем я не вижу Дальше, следующая модель у нас 330 до 70 Здесь у нас вершинки 3 уже в комплекте Да, они разные, немного разные по длине, как вы видите Идут они у нас 0,75, 1,5 и 2, все карбон Ну, длина по самой большой 54, ну, соответственно, те 52-53 сантиметра Так, рукоять до центра катушка-держателя 48 Здесь у нас кольца уже будут противозахлестные Она стягает, так называемые фидерные Хорошие, качественные противозахлестные кольца Они середнячки, по большому счету, среди производителей колец Но снискали у всех достаточную популярность И за счет того, что моделька хоть и новая Но уже никаких нареканий зарекомендовалась Ее, как говорится, да, и нареканий не вызывало ни у кого На всяком случае, я этого не слышал на разных моделях разных производителей Дальше идет следующая моделька Это Sherman Pro New Generation 360-70 Здесь три вершинки, все карбоновые То же самое 0,75, полторы-две функции По длине Те же 54 сантиметра И до центра, рукоять до центра катушка-держателя 48 Собираем Тубосы удобные, кстати говоря, не надо еле-еле впихивать Прямо залетает туда вершинки Дальше, следующий 360-100 Три вершинки в комплекте Одно я вижу стекло Значит, двухунцовое стекло Двухунцовое Трехунцовое карбон И полторашка Карбон Все одинаковой длины С посадкой, кстати говоря, 3.0 И целина 57 сантиметров Расстояние до центра катушка-держателя 48 Во всех фидерах На всех фидерах Кроме самого младшего Установлены одинаковые кольца Сигайт фидерные Противозахлестные Мощные Трехлапые кольца Так, следующий у нас Дальский 2 Это 375-100 грамм Также 3 вершинки в комплекте Стекло 2 унции Карбон 3 унции И карбон 1,5 унции Посадка 3.0 Длина 56 57 даже До центра катушка-держателя У нас 48 Так и остается Так, и последний у нас на тесте 390-120 Самый мощный наш друг Хэвик В комплекте 2 Карбон 2 Стекло И 3,5 Карбон Вот эти две Это Карбон и стекло 2 унции Ну вот Та, которая Стекло Она естественно Мягче Хотя и там и там Написано 2 унции Просто имейте это ввиду Для чего Так, это сделано Сейчас я вам скажу Как мне кажется Как часто это делают Длина вершинок 57 Длина до центра Рукояти до центра катушка-держателя 56 Так, для чего делают Такую лайтовую вершинку На Фидере Фидере Хэвик-класса Или Экстра-хэви Например Вы ловите Карпа На стоячем водоеме На большой дистанции Где его надо Выкармливать Тяжелыми Кормушками То есть Кормушка По Свинцу Она легкая Но Вместе с кормом Она будет весить Со 100 грамм Потому что Карпы Любят много кушать И там 5-10 Карпов Приходят И они сметают Ваш там Несколько кормушек За 8 минуту Буквально Поэтому Это надо Объем большой И вес кормушки большой Забрасывать надо Далеко Но стоячий водоем И деликатная Снасть необходима Деликатная вершиночка Поэтому В этом случае Берется хэвик Либо даже экстра-хэвик Ставится вершинка Там унция условно Либо полторы унции Либо даже 0,75 Я вот часто ставлю И бросается Тяжелый вес кормушки С большим Объемом корма И карп Прекрасно клюет Вот Теперь перейдем Наверное К Потрясушкам Так называемым Посмотрим строй Уважаемые Дамы и господа Друзья и товарищи Попробуем Посмотрим Потрясти их Посмотрим строй Первым Пойдет в дело Старый Условно Шерман Тот Который Метод Фидер 390-80 Вот мы его Нагружаем И что мы видим Фидерочек Среднего строя Он прогружается Хорошо Он будет бросать И тяжелые И легкие Кормушки То есть Мне в принципе Этот Для бюджетного Варианта Удочки Универсала Вполне Приличная Палка Очень хорошенькая Что Сразу Выделяется Это Вот я ее Потрясу Ну да Она такая Раскрябистая Слегка Но зато Вот кому нравится Такие вот Амортизационные Амортизирующие Палочки Небыстрого Строе Оснащенные Противозахлестными Кольцами Хотя для меня Это лично Не имеет Особого значения То есть Как бы Нижний Если можно Поставить Да А вот Прямо Весь Бланк Оснастить Ну Зачем Это надо Вот Что Из минусов Да Он Комлист Слегка Он У него Толстая Рукоять У него Толстая Толстая Скажем так Комливая Часть Вот Выше Фора Гриппа Ну давайте Это вот Как для Примера Да Ну Теперь Переходим К Шерман Пьё Про Нью Генерейшн У нас В руках 390 До 120 Грамм Ну вот Мы его Нагружаем Смотрите Вот так Наверное Хорошо Видно Кольца Противозахлёстные Вот Я достаточно Жёстко Держу Так Теперь Это Всё Ну Типичный Хэвик Средне Быстрый Такой Ближе Наверное Больше Быстрый Уже Востребован Очень То есть Для Течения Шикарная Палка Отличная Абсолютно С крупными Кольцами Сюда Улетит И пролетит Здесь Всё Чуть ли не рыба Наверное мелкая То есть Очень По балансу Удовлетворительно То есть Хорошая палочка Вот Ничего плохого Сказать не могу Даже Наверное Да Средне Ближе Быстрым Устрой Ручка Длинная Относить Тоньше Гораз И в руках Лежит Лично Мне Приятней Чем У предыдущего Шермана Вот что мы Смотрели Вот Мне понравился Так Следующий У нас А375 До 100 Ну вот здесь Я вот в руки Сразу взял Мне не нравится Баланс То есть Он клюет Вперед Опять носом Что-то не то Впереди Давайте Нагрузим Его Теперь Ну Быстрая палка Быстрая Трясем Трясем Вот она Бам Встала То есть Быстрый Быстрый Такой Хэвич Речник Чистый Ну Мне не нравится Баланс Он Вот даже Относительно Первого Да 390 До 120 Он У меня Клюет Носом Вперед Что-то Здесь Не то В плане Баланса Мне Вот эти Мне не очень нравится Это раз Во вторых Я У него Работает Как вы видите Только Вверх А дальше Его надо Просто Очень мощно И жестко Прогружать Я боюсь Что он Не будет Работать На легких Весах То есть Скорее Всего Это Он Будет Работать И бросать Вообще Ну Я имею Что бы Он Бросил Далеко Именно На Кормушках Там 80 Плюс Корм А вот Если Мы Зарядим 50 40 Плюс Корм Не Уверен Что Он Раскроется Именно Весь В плане Броска Так Следующий У нас 360 100 Вот Тот Был 375 Стоит 360 100 Ну Здесь Уже Посбалансируем То есть Вот За счет Смотрите Строй Да Вот Ну Хорошо То есть Он хорошо Прогружается Вот Я не знаю Видно На камеру Или нет Но Где Второе Кольцо И Третье От Комля Он Уже Идет В работу Хотя В принципе Нагружает Так Средненько То есть Это Ничего плохого Вообще Сказать Не могу Быстрого Строя Такой Приятный Приятный Вес Вот Вопрос Всей серии Это Вес Вот Я Привык Ловить Наверное На Более Такие Палочки Выше Более Высокого Класса И Здесь Сразу Бросается Вес В руки Хотя По балансу Здесь Хорошо То есть В отличие От 375 Баланс Все В порядке Ничего Плохого Сказать Не могу Быстрое Справед Все Пролетит Давайте Следующим Так Это У нас В руках 360 70 Ну Вот Это Сразу Пушинка Вот 360 100 И 360 70 Разница Колоссальна То есть Это Пушинка По сравнению С 360 100 То есть Очень Приятная Палка За эти Деньги Просто Шикарная По Кольцам Никаких Вопросов Они По Диаметру Поменьше Чем У предыдущих Они так и должны быть Расстояние от Катушка Держателя Расстояние от Катушка Держателя До кольца Тоже С этим Все хорошо Сюда Пятитысячник Влезет Кому Это будет Надо Построю Мне он нравится Это легкая Палочка То есть Она в руке Очень приятно Лежит Никаких вопросов Не вызывает Уверен Абсолютно Что она будет Бросать И 20 Крам Кормушку И 15 И даже 70 Подсчет Вот именно Жесткости Комля Она прогрузится И она вот Скажем так Нет такого Скажем так Мягкого Расхлябанности В верхней части Которая уже Сгибается От 20-30 грамм И Кола внизу Кола в комле Которую надо Прогрузить Вот эти фидера Мне они непонятны Вот здесь Такого нет Здесь все шикарно И замечательно То есть Отличная палка Мне она очень нравится Вот Следующий У нас 330-70 Ну В принципе То же самое Что и предыдущий Только просто В варианте Более укороченным Отличный Light-medium Легкий Тонкий Практически Slim Blank То есть Очень много Палочек С которым Она будет Конкурировать Даже в большей цене Внутри Все Так И последний У нас 300-40 Пикерок Ну и здесь Жестенький Кстати Пикерочек Относительно Вверх Нижняя часть Середина И ближе к комле Видите Вот он Как он прорабатывает Вот То есть Этот пикерочек На карп Просто шикарен Кто любит Вязать карп Возьмите обязательно Вот на платник Будете Вот только спасибо Потом мне напишите Вот шикарная палочка Также Вот насчет течения Течение Оно Только в рамках теста Вот 40 Все Дальше уже На течении С ним нельзя Завернет Завернет Дальше И вершинку И дальше То есть Ловить не придется И кстати Обратите внимание Здесь матчевые кольца Стоят Но они его не портят Наоборот Облегчают И расстояние Достаточно большое Да То есть Катушечка влезет Смотрите Очень хороший Пикерочек Приятно Ну вот Посмотрели В принципе Мы посмотрели Настрой Конечно Обязательно на воде Здесь строй Строем Но вода Покажет все Я поеду Обязательно на воду Загрузим Эти все Фидера Тремя весами То есть Как бы На нижней границе Теста На верхней границе Теста И с превышением И посмотрим На каком месте Где там Какой будет Косячить Или наоборот Раскрываться По полной программе Давайте посмотрим В чем же разница Старого Шермана Про От новой версии New Generation Ну вот Что По весюлькам По вот этим Те же Кольца Сигайт То же самое UltraTech Carbon То есть Карбон Здесь 30 тонн Карбон Одинаковый Что бросается В глаза Сразу же Это толщина Рукояти Смотрите Новый Sherman Рукоятка Тоньше Бланк Поизящный Верхний Катушка Держатель То же самое Верхняя Гайка Катушка Держатель Он иной Да и сам Катушка Держатель Он иной Верхняя Гайка Стала Меньше Но более Такая Выпуклая Под руку Не Вот насчет Удобства Сейчас покручу Ну Одинаково В принципе Это побольше Это поменьше Но и сам Держак Я так понимаю Чуть-чуть другой Ну вот По качеству Я сталкивался С такими держателями Их выпускают Разные конторы Но Качества В принципе Достаточно Что кстати говоря Интересно Стало Здесь нету Хукипера То есть Такая вот Металлическая Скобочка Для Крючка То есть Настоящий Фидерный В принципе Бланк Но вот здесь Вот по качеству Краски Вот здесь Залачено Это чтобы сюда Вода не попадала И так далее Вот обычно Обычно Сюда Ставят Такие Вставочки И Лачат Да Но вот здесь Вот лак Ну честно говоря Не очень Качественный То есть Там есть Дырки Микро Пора По карбону По карбону Те же 30 тонн Как сказал По кольцам Ну по большому счету Сигает Он и есть Сигает Это середнячок По кольцам То есть Такая золотая середина Рабочая лошадка Ничего там Не пилится Обычно Не плетнёй Ничем То есть Можно спокойно работать Ну в принципе Вот наверное Все То что бросается В глаза Вот прям С первого раза Это вот мы сравниваем Сейчас Ну для примера Да Это 390 До 80 Шерман Метод фидер Старенький И 390 120 Нью-дженерейшн Вот Но здесь вопрос Не в том Что сравнение Именно по тестам Да И по длине А именно Вот по качеству Лак Аккуратно И сделал Ничего здесь Не выступает Кольца То же самое Вот это вот Пористая Такая часть Эва Да Ну Тоже Никаких вопросов Меня лично Не вызывает Чиститься Будет быстро Ну вот Господа Мы все Посмотрели Как мог Я рассказал Так вот В легком варианте Пока Следующий тест Это на воде Я хочу Позагружать На нижних границах Теста На верхних И с превышением Теста И посмотрим Что какой бланк Себя представляет Вот Все фидера В наличии В магазине Мультифиш Мы официальный Магазин От компании Флагман Карпро Азура У нас Весь товар Сертифицирован Мы даем Бесплатные Гарантии На наш товар Бесплатные Даже не гарантии Неправильно Сказал Гарантия Сама по себе Она может быть Бесплатной Мы проводим Акции По Отдаче Бесплатных Запчастей Для наших Покупателей Не более Двух штук В год То есть Сейчас такие Акции Уже прошли На Дайву На Блэкхол И люди Кто у нас Покупал Даже год назад Они получили Бесплатно Запасную Колено Там Какую-то Часть Что они Поломали Даже По своей Вине Вот Поэтому Заходите На сайт Мультифиш Смотрите Читайте Программу Лояльности Там все Условия Указаны Бесплатная Доставка По Москве И России От официального Магазина От производителя Флагман Магазин Мультифиш Также розничный Магазин Это Волгоградский Проспект Дом 1 Строение 1 К вашим Услугам Чемпион мира По фиду Рулья Калачев Ваш покорный Слуга Прекрасный Эксперт Шостаков Михаил Ну и В общем-то Ребята Все подскажут И многие Другие Ребята Подскажут Все Качественно Выберут Будете Только Довольны Напишите Нам Только Спасибо Так что Всего Доброго До Новых Встреч С вами Был Максим Балаев Редактор субтитров Корректор А.Егорова